Меня зовут Петр, Петр Цитовский. Восьмой поток менеджмент игровых проектов. Это очень интересное и новое начинание в моей жизни. Символ качественных перемен и стремление к тому, что чем бы я действительно хотел заниматься. Это интересная история. Я о нем прочел у моей хорошей подруги в ленте в соцсети, о том, что есть такая программа переквалификации и подумал, что это знак. Все знаковые перемены в жизни у меня происходили, когда я где-то, где-то находил о них новость. И я зацепился за эту возможность и решил, что вот оно. Для своей дипломной работы я выбрал тему по игру, которую мы делаем с моими однокурсниками. Велм от концепта до реализации. К Славе Уточкину. Слава очень хороший ментор, очень хороший тьютер, заинтересованный автор учебной программы, то есть как бы в нем видно, что он болеет за результат, за своих студентов, поэтому Слава большой молодец. Интересные лекции, нетворкинг с товарищами, разработка дипломного проекта. Не знаю. Учитывая то, что у меня программа переквалификации, я не знаю, на самом деле, что именно преподают им прям первокурсникам, потому что мы тоже приходили как бы с готовым высшим образованием. Я думаю, что первокурсникам, поступающим в ошибы, конечно, хорошо бы не то, чтобы научиться, а определить для себя так называемый информационный пул и очень много считывать информации об индустрии, о технологиях, то есть быть в курсе событий. Это прежде всего самое главное. Любите игры, изучайте игры, препарируйте игры. Никогда не задумывался над этим вопросом, не знаю. Хидео Каджима. Потому что он может делать любой проект, и к этому проекту всегда будет максимальное внимание. То есть он достиг такого такого уровня, когда можно делать все что угодно, когда именно имя работает на него. Хидео Каджима – это культовый геймдизайнер. Ну и, собственно говоря, достаточно просто открыть страничку в Википедии и почитать. Там все будет предельно ясно. Если тебе не нравится место, на котором ты находишься, смени его, ты же не дерево. Мне кажется, что в программе переквалификации нет таких приметов, которым бы не стоило вообще уделять внимание. По поводу большего все зависит от того, с какими навыками ты приходишь в программу. То есть, допустим, я гуманитарий, у меня первое образование, высшее юридическое. Соответственно, все дисциплины, которые требуют математических знаний, они для таких, как я, требуют более пристального внимания, потому что нужно подтягивать скиллы, которые, возможно, были забыты по ходу пьесы. Я считаю, что игровая логика – очень серьезный предмет, по которому стоит работать плотнее. Серьезный предмет – монетизация игровых проектов, очень важный. Маркетинг, я думаю, серьезное испытание, потому что там итоговая экзаменационная работа тяжелая, связанная с презентацией своей маркетинговой стратегии. То есть, слушать нужно внимательно, нужно как бы подтягивать дополнительные материалы, нужно много думать. Не знаю, мы все очень разные. Ну, реально, на потоке получается, что у нас есть очень широкий спектр возможных будущих специалистов, от девелоперов и разработчиков до менеджеров совершенно разных специальностей. То есть, я знаю, что у нас есть на курсе ребята, которые потом пойдут комьюнити-менеджерами. Там важный скилл – это навыки самопрезентации грамотной речи. Те, кто пойдут девелоперами, соответственно, у них свои хардскиллы – это программирование, работа с игровым движком. Соответственно, те, кто пойдут потом в оперирование, в управление, естественно, это навыки управления командой, навыки мотивирования, навыки выстроения roadmap так называемых, тайм-менеджмент и прочее. То есть, соответственно, какого-то отдельного скилла я бы вряд ли выделил. Я бы так сказал, что общее для всех студентов, как бы, это необходимость поглощения большого количества информации из разных источников, и ее систематизация внутри. Вот это самое важное. Это необходимо прям всем. Keep pushing. Ну, я крайне критически к себе отношусь, на самом деле. Не знаю, я считаю, что мой пример как человека, который смог сказать себе, что первая его специальность его не устраивает, ему не хочется продолжать в ней работать и развиваться. Вот. И человек, как бы, я пример человека, который смог изменить свою карьеру и начать сначала. Я сейчас QA-специалист на проекте по мобильному 3D-покеру. Вот. Я только начал работать, то есть, соответственно, у меня пока такой подготовительный этап, но это интересное начало. У меня очень-очень хорошая команда и очень интересный проект. Вот. Поэтому я считаю, что здесь можно многого добиться и выпустить классную игру.